Пришло время затронуть тему, которая всегда возникает, когда речь идет о противостоянии с Московией. У нас есть целый ряд статей, в которых мы с разных сторон и на исторических примерах показывали, что более многочисленная, даже сильнее оснащенная армия не всегда одерживает победу в схватке. Более того, это не всегда зависит и от полководческого искусства военно-начальников. История под верх забита примерами, когда, безусловно, и часто незапоставимо мощная армия не могла добиться поставленных военных целей. То же самое и с великими полководцами, которые терпели поражение в ситуации, когда, казалось бы, победа уже лежит в их руках. Те, кто сталкивался с вопросами боевого планирования, знают этот феномен. Ведь приступая к этому самому планированию, они имеют на руках данные о противнике, численности его войск, вооружении, логистике и всем остальном, что влияет на боеспособность армии, а уж тем более им известно, все это и о собственной армии. Планирование боевых планов могут осуществлять выдающиеся умы и теоретики военного искусства. И проработка всех мероприятий может быть доведена до такой глубины, что даже цирковым медведям будет понятно, что и как нужно делать. И тем не менее, сами боевые действия разворачиваются не так, как было запланировано, и по ходу приходится принимать решения, которые изначально никто даже не мог предвидеть. И тут уже складывается масса факторов, которые невозможно учесть или хотя бы приблизительно оценить, не начав саму драку. Ну, например, компактная армия может выдать такой бой, которого не должно быть в принципе, и по идее этот малыш должен бы сдуться только от вида той громадины, которая стоит напротив. И наоборот, огромное воинство оказывается бессильным перед небольшой, но крайне мотивированной боевой машиной, чью решимость и стремление к победе можно оценить, лишь начав драку. И таких примеров великое множество. Одним из недалеких и хорошо известных вариантов именно такого противостояния можно считать Совково-финскую войну 1939 года, известную под названием «Зимняя война». Для того, чтобы уловить суть того, что мы хотим донести, достаточно найти в сети красочные таблицы сил и средств, которыми располагались стороны перед началом боевых действий между Германией и Совком. Мы намеренно не приводим подобных картинок, поскольку ни одна из них не показывает истинное количество сил и средств Красной Армии, всегда занижая численность. Но в данном случае это не важно, а важно то, как выглядят подобные картинки. Обычно это выглядит в виде таблички с двумя колонками, по одной на каждую сторону. А ниже идут строчки, в которых указывается численность личного состава или дивизии каждой из сторон. Далее – количество танков. Еще ниже – количество артиллерийских орудий. А в более подробных табличках указаны и количество автомобилей, стрелкового оружия, ну и прочего. Наверняка у каждого была возможность наблюдать подобные таблички с рисунками солдат, танков и самолетов, выстроенных в рядочки, чтобы визуально было заметно преимущество той или иной стороны. Не правда ли, найти такие таблички не составляет особого труда? Особенно, если в поиск вы забиваете запрос на русском языке. А вот по поводу Зимней войны такой номер почти не проходит. А все потому, что если выстроить рисуночки танков, которыми располагали стороны или самолетов, то окажется, что у финнов эти строчки практически пустые. Ну а визуальное соотношение личного состава выглядит просто чудовищным. Но и это еще не все. Если вам попалась такая табличка, то имейте в виду, что в колонке «Финляндия» указано все, чем она располагала на тот момент, а в колонке «СССР» указано только то, что было собрано в ударную группировку, задействованную против Финляндии. Но это был мизер по сравнению с тем, что на тот момент было у Красной Армии и что она могла туда перебросить. Чтобы не углубляться именно в статистические аспекты той войны, просто напомним о том, что все население Финляндии в 1939 году составляло 3,7 миллиона человек. Что меньше фактического населения нынешнего Киева и почти на миллион меньше того, что Совок развернул у своей западной границы двумя годами позже. То есть группировка войск Красной Армии, которая противостояла Вермахту только у западной границы в ночь с 21 на 22 июня 1941 года, по личному составу было больше, чем население всей Финляндии. И тем не менее, ни это невероятное дичайшее соотношение сил и средств, ни экономические возможности, ни мобилизационный потенциал, который был несопоставимым с Совковым, не повлияли на решимость Финляндии противостоять агрессору. А потери большевиков были настолько чудовищными, что о них даже запретили вспоминать. А потом под запрет попало и самоупоминание той войны. Тем, кому это интересно, могут поинтересоваться подобными раскладами в части японо-китайской войны в 30-е годы прошлого столетия. Там тоже соотношение было таким, что китайцы просто обязаны были воевать с таким же успехом, как и японцы, но им ничего не удавалось сделать вплоть до капитуляции Японии. То есть полное прекращение боевых действий со стороны Японии дало возможность китайской армии, а вернее двум китайским армиям избавиться от японской оккупации. Это говорит о том, что при совершенно невыгодном соотношении сил можно не только обороняться, как Финляндия, но и успешно наступать, громя более многочисленного противника. Нисколько не оправдывая японцев, мы все же напомним о том, что знаменитая нанкинская резня имела и второе дно, о котором Китай сейчас не желает вспоминать. И нам понятно почему. Одно время мы решили описать эти события с необычной точки зрения, как это принято на ЛО, но это получилось настолько необычно, что мы решили оставить эту тему в стороне. И тем не менее пришлось почитать донесения японского командования, письма домой, которые писали японские военные, и картина стала выглядеть просто печально. В общем, японцы хотели открытой драки один на один с китайской армией. То есть они хотели выяснить отношения с китайской армией в чистом поле, как это принято у самураев. Причем японское командование давало знать китайцам о своих намерениях и даже набивало стрелку для драки. Но китайцы показали пример китайского единоборства, известного как изматывание соперника бегом. Если кто-то интересовался официальной историей КПК и ролью Мао Цзэдуна в период войны с Японией, то там красочно описывается этот период как «великий поход». А на самом деле это было постоянное бегство огромной армии, которая не хотела вступать в бой, за исключением редких случаев, когда отдельные подразделения таки упирались и показывали, что даже уступая японцам в техническом оснащении, достойно и эффективно воевать с ними все же можно. И японцы это тоже отмечали. В общем, японское командование желало того же самого, что и Наполеон в его походе на Москву, генерального сражения. И там противник бежал, уклоняясь от драки аж до Москвы. И в конце концов японцы уже согласились на то, чтобы китайцы сами выбрали место и время драки. Но безуспешно. И тогда презрение к противнику стало настолько подавляющим, что резня в Нанкине стала демонстрацией отношения к противнику, который не желает воевать и вместо себя оставляет мирняк. Японцы показали, что если не хотите воевать с нами, как военные с военными, мы будем воевать с теми, кого вы нам оставили. По крайней мере, так японские военные писали это своим семьям. Жуть, безусловно. И тем не менее, бежавшие китайские вояки знали, что за их трусость поплатится мирняк. Теперь же китайцы рассказывают о зверствах японцев, которые, безусловно, но молчат о своей чудовищной и грязной трусости. Ну и чтобы покончить с соотношениями, достаточно вспомнить нашу повстанческую армию. Собственно говоря, это была чудовищная по своей эффективности боевая машина. Нет? Ну давайте посмотрим. У нее не было ни авиации, ни бронетехники, ни логистики, в привычном понимании этого слова. Не было госпитальной базы. И что самое интересное, не было единого командования в чисто военном понимании этого слова. В общем, это была самоорганизующаяся структура, которая даже в составе одного бойца уже представляла опасность для врага. Если же бойцов было несколько, то это был ночной кошмар для большевиков. Оно и понятно. Ведь боевые действия в классическом варианте это мероприятия, связанные с лишением противника боеспособности. Это достигалось разными путями. Ну, например, уничтожением его личного состава, либо его окружением, пресечением коммуникаций, уничтожением его баз хранения оружия и боеприпасов, как и всего, что расходуется ежедневно. А вот УПА не имела с этим проблем, поскольку и так воевала в окружении. Все необходимое добывала сама. И, в общем, ей не нужны были какие-то командные структуры в виде штаба с его первым отделом, который занимался боевым планированием. И все остальное тоже было не нужно. Достаточно было воли к борьбе, иметь поблизости с МРЭКу с подходящими ветками, крепкую веревку, да и, собственно, того, для кого все это необходимо. Так вот, Московия с ее чудовищной, полностью отмобилизованной армией, предприятиями ВПК, ленд-лизом и всем прочим, 10 лет не могла дать ладу УПА, как и лесным братьям в Литве. И вот здесь возникает вопрос, ответ на который легко найти относительно других военных операций. Обычно, подводя итоги таким операциям, где-то в конце приводится соотношение потерь противоборствующих сторон. Отсюда видна эффективность обеих армий. Ну, например, такие данные можно без особого труда найти относительно Германии и Совка. Обычно берут боевые потери Рейха и Красной Армии, а потом сравнивают их и выводят коэффициент. Каждый это может найти в устраивающем его источнике, но когда это будет сделано, посмотрите внимательно на эти цифры и задайте себе вопрос о том, что в данном случае потери Германии считаются за всю Вторую мировую войну. А ведь Рейх нес потери в Польше, Франции, в Северной Африке, а потом, начиная с высадки союзников в Италии и Франции, на Южном и Западном фронте. Но к ним же Совок не имеет никакого отношения. Если же вынуть это количество потерь Вермахта из общего числа потерь, то их останется намного меньше. И только после этого стоит сравнивать потери с Совком. Безусловно, и соотношение станет другим. Но кто видел такие сравнительные таблички по финской войне? А кто видел соотношение потерь Упа и Совка? Проще говоря, у кого есть статистика, сколько приходится на одного нашего героя тушек уничтоженных оккупантов? Вот отсюда и берется утверждение о том, что это была чудовищно эффективная армия, которая при мизерных затратах одвухсотила такие атары оккупанта, что на просьбу открыть эти данные для всеобщего обозрения на Москве до сих пор рассказывают, что у них такая личная неприязнь КУПА, что им даже кушать не хочется, не то что давать подобные данные. И вот мы плавно перешли к главной теме, которую планировали сегодня затронуть. Мы много слышали и читали о том, что Украине трудно или невозможно силой освободить оккупированные территории. При этом всегда начинают с того, что соотношение сил в пользу противника. Мы только что показали, что соотношение сил не является самодостаточным, но главным является наличие или отсутствие мотивации и воли к победе. Но как только мы выходим на такую постановку вопроса, нам указывают на наличие у России ядерного оружия, которым она... Ну, в общем, поговорим на эту тему, опираясь на данные российских исследователей, которые нам предоставил один из наших коллег. Здесь важно то, что анализ состояния ядерных сил России делают сами россияне и в конце концов они указывают на какие-то слабые места, которые следует срочно подтягивать и устранять. Ну, чтобы Путин или кто-то еще снова мог снять свою туфлю, как Хрущев, ну или на крайний случай исподняя, и постучать этим по трибуне, пообещав всем предоставить мать Кузьмы. Эти выкладки интересны еще и тем, что делались они не прям сегодня, а уже несколько лет назад. И потому последние расклады уже не влияли на эти выводы. Итак, с учетом спецификации ядерного оружия, его основная ценность состоит в демонстрации обладания. Оно и понятно, ведь если начать массированный обмен ядерными ударами, то по большому счету победителей в этом забавном занятии не окажется. Любые другие мнения на сей счет будут касаться чего-то наподобие хоккейного или баскетбольного матча, когда суть мероприятия сводится к забитым шайбам или заброшенным мячам. Любая война имеет свой экономический мотив. Проще говоря, в конце концов победитель должен взять калькулятор и посчитать, сколько он затратил на войну и сколько получил в итоге. Если значение получится отрицательным, то в таком случае можно с большим или меньшим основанием говорить о варианте пировой победы. Что касается массированного применения ядерного оружия, то оно гарантированно приведет к упадку экономики любой страны, в том числе и победившей. И это в самом лучшем случае. А в худшем это будет очень странный вариант сипуку, когда голову отрубают противнику, а харакири делают себе. Поэтому лучший вариант использования ядерного оружия это демонстрация его наличия и готовность применить. Но если вопрос поставлен таким образом, то логика рассуждения все равно уходит в сторону баскетбольного матча. В том смысле, у кого ж сколько находится ядерных зарядов и сколько их может уцелеть после ядерной бомбардировки для удара возмездия. Как показала практика, за три четверти столетия ядерной эры самой устойчивой конфигурацией ядерных сил является триада из средств доставки наземного, воздушного и морского базирования. Такой вариант размещения ядерного оружия дает возможность рассредоточить его таким образом, что первым ударом все уничтожить будет невозможно и ответный удар будет гарантированно нанесен. Такая странная логика является основой ядерного сдерживания или баланса сил. По данным агентства France Press, по состоянию на 2012 год соотношение ядерных боеголовок у стран, которые имеют это оружие, выглядит следующим образом. Как видно, Россия имела в своем распоряжении 8500 боеголовок в развернутом и неразвернутом состоянии. В первом случае боеголовка установлена в соответствующий боеприпас, ракету или авиабомбу и в общем готова к применению немедленно, после получения соответствующего приказа. Остальное находится на хранении и для того, чтобы его применить, нужно собрать весь боеприпас, который и должен доставить заряд до цели. Из этого становится понятно, что для демонстрации готовности применения этого оружия нужно иметь не только сами боеголовки, но и то, что их может доставить до цели на территории противника или в тех местах, где на данный момент находятся носители ядерного оружия противника. Соответственно, приоритетными целями всегда являются места базирования или оперативного развертывания средств доставки. В общем, Россия имела почти половину всех ядерных боезарядов, а вместе со штатами на них приходилось 95% этого добра. Но очевидно, что при таком обилии боеголовок неизбежно встанет вопрос о том, чтобы обеспечить их все адекватными средствами доставки. И в совковые времена большевики эффективно решали этот вопрос путем снабжения межконтинентальных ядерных ракет разделяющимися головными частями. Это чем-то напоминало то, что сейчас делает Илон Маск. Только он запускает ракету, которая за раз выводит 60 спутников связи, а тогда военные закладывали возможность одной ракетой доставить до территории противника десяток или дюжину боеголовок, которые отделялись от ракеты на терминальном этапе ее полета. Понятно, ракета берет боеголовок на борт, тем больше должна быть ее устойчивость. И тут чисто из объективных соображений самыми стойкими компонентами триады выглядят МБР наземного шахтного базирования. Да, ядерные субмарины ракетоносцы, находящиеся где-то в океане, тоже обладают высокой стойкостью и именно их часто рассматривают как средство обеспечения удара возместия. Но история говорит о том, что истинную стойкость в плане скрытности можно обнаружить только во время войны. Вполне возможно, что эпопея с волчьими стаями Третьего Рейха и подводным флотом Императорской Японии может повториться. Тогда были взломаны шифры и союзники читали обмен шифровками, плюс к тому появились средства обнаружения субмарин, которые привели к тотальному уничтожению подводного флота. Где есть гарантия того, что нечто подобное не существует прямо сейчас? А понять это будет можно только если дело дойдет до драки. А вот ракеты наземного базирования, стоящие в шахтах, это другое дело. Они защищены средствами ПВО и ПРО, плюс к тому их конструкция предусматривает стойкость при ядерной атаке без прямого попадания боеголовки в шахту. И вот тут Москву поджидает первая засада. По разным данным в России по состоянию на начало 2014 года имеется примерно 1400 ядерных боеголовок в развернутом состоянии и, как мы отметили выше, к немедленному применению. И далее прямая цитата российских аналитиков. Основой РВСН России остаются устаревшие ракеты Р-36М2 РС-20 СС-18 воевода по классификации НАТО Сатана. У Р-100Н УТТХ СС-19 по классификации НАТО Стилет. На эти два типа ракет приходится 75% развернутых боезарядов России. Причем на Р-36М Сатана СС-18 приходится 43% всех существующих боезарядов. Эту цифру мы должны хорошо понимать, так как эти боезаряды были созданы и обслуживаются украинскими Юш-Маш, Днепропетровск, Система управления, Хартрон, Харьков. Очевидно, что с началом агрессии Москве против Украины ни о каком обслуживании ракет или их отдельных систем, созданных силами украинских предприятий, уже речи не идет. И тут надо понимать, что, конечно же, можно переманить каких-то там специалистов или украсть какие-то детали или расходники. В конце концов, можно что-то заменить собственными изделиями. Но учитывая стоимость всего изделия и его возможность для самой критичной сферы военного ведомства, кто-то должен дать гарантию того, что замена чего-то не приведет к необратимым последствиям. Проще говоря, кто-то должен взять на себя ответственность за то, что ракета полетит и сделает это штатно, в результате чего доставит боеголовки до цели. А такие вещи можно гарантировать исключительно в ходе проведения испытаний, отстреливая для этого ракеты, которые банально нечем заместить. Но эта проблема имеет повышающий коэффициент. Они выпущены достаточно давно и как каждое изделие они имеют свой срок гарантийного использования, а потом использование при регулярном обслуживании. Но даже при таком обслуживании любое изделие доходит до такого рубежа, после которого оно перестает работать как надо и может выйти из строя в любой момент. Примерно то же самое сейчас происходит с российским сегментом МКС. Какое-то время ему продлевали жизнь сверх того, что было заложено производителем, но теперь там начало сыпаться все, набирая скорость лавины. И вот Роскосмос заявил о том, что будет выходить из проекта, поскольку уже не способен поддерживать системы в надлежащем состоянии. Здесь то же самое. Ракета пережила свои предельные сроки, которые несколько раз продлевались, и потому добро производителя на продление срока имеет архиважную ценность. Но опять же, это согласие на 100% невозможно, если ракета не проходит авторского надзора и обслуживания. Проще говоря, в России уже никто не может положить голову под отруб, сказав о том, что ракета полетит как надо. Такой ответственности никто на себя не возьмет, потому что нет мнения производителя, нет обслуживания. И еще потому, что это мнение без экспериментального его подтверждения не имеет никакого смысла. И вот эти 40 плюс процентов развернутых боеголовок уже сейчас стоят на ракетах, от которых неизвестно чего ожидать, и о которых американцы знают больше, чем сами россияне, от тех самых производителей из Украины. И потому россияне готовятся списать эти старые ракеты, перейдя на новые, собственного производства. Но, по мнению ряда экспертов, переход с СС-18 на СС-27 Тополь-Ярс является ошибочным решением, поскольку Сатана позволяет нести 10 боеголовок, тогда как Тополь-М только одну моноблочную головную часть. Но главным преимуществом Сатаны перед проектом Тополь-Ярс в том, что она представляет класс шахтных, многозарядных МБР, а Тополь-Ярс использует преимущество как мобильный МБР. Так, сегодня все 36 комплексов Ярс, развернутых в Тейково, Новосибирске и Нижнем Тагиле, являются мобильными. Это при том, что американцы сохраняют и развивают свои системы МБР, шахтного базирования. Регулярные испытания ракет Minitman говорят о том, что в них вносятся какие-то важные изменения, которые требуют проведения испытательных пусков. Американцы считают, что шахтные МБР являются наиболее стойкими к ядерному удару противника и не заигрываются с мобильными вариантами. Именно поэтому пока большая часть населения России весело рассказывала о том, что не надо смешить их тополя, ряд известных российских экспертов назвал перевод РВСН на мобильные платформы либо чудовищной некомпетентностью и ошибкой, либо осознанной диверсией. А ведь после 25-го года именно мобильные системы возьмут на себя те функции, которые возложены на сатану. Позже хоть как-то. Дело в том, что шахтная ракета уже через пару минут после получения приказа уже покидает шахту и уходит к цели. Мобильной же системе нужно время для того, чтобы занять стартовую позицию, развернуть пусковой контейнер и отстреляться. Все это требует времени, а в данном случае речь идет на минуты. И кто не успел, тот опоздал. Кроме того, ракетная шахта защищена так, что не любой ядерный боеприпас может ее уничтожить. Даже при прямом попадании. А вот мобильная система гарантированно выйдет из строя даже без прямого попадания ядерного боеприпаса. Более того, она может быть уничтожена и обычным высокоточным боеприпасом, душевно уложенным в пусковой контейнер. Но даже установив тополя в шахты, равноценной замены все равно не получится, поскольку там, где вчера в шахте было 10 боеголовок, теперь будет стоять одна со всеми вытекающими последствиями. Это всего лишь один из аспектов большой взаимосвязанной картины, где изменение одной ее части неизбежно ведет к изменению другой. Но именно он ярче всего показывает то, как все это выглядит глазами оппонента. Москва последовательно совершает ошибки, которые смещают баланс не в ее пользу. Понятно, что Ельцин был вынужден надать весь оружейный плутоний США в обмен на то, что те не станут давить на Москву, пусть и не жесткой, но от того не менее смертельной хваткой и дадут России выжить. А ведь все могло кончиться еще тогда, когда Чечня начала парад суверенитетов федерации. Если бы Запад и, главное, США не заняли откровенно отстраненную позицию, то сегодня России уже не было бы. Так что плутоний и ряд соглашений по сокращению вооружений были одновременно и ошибкой Кремля, и вынужденным шагом, поскольку особого выбора тогда не было. Но передача запасов оружейного плутония штатам сопровождалась еще и прекращением его производства. А как известно, плутоний в его оружейных кондициях имеет не очень долгую жизнь, и за счет постоянного излучения его боевые свойства постоянно падают, приводя к постоянному выделению тепла. И по разным данным, плутониевые заряды боеголовок близки к полной деградации. И вот получается, что на данный момент почти половина средств доставки ядерного оружия у России в режиме черного ящика, но и с боеголовками дело отнюдь не лучше. Скорее всего, что большая их часть уже тоже не может сработать штатно. Наверное, этого никто не знает, но чисто теоретически выкладки говорят именно об этом. А проверить этого нельзя, поскольку ядерные испытания запрещены. И тут мы возвращаемся к началу нашей повести и о том, что ядерное оружие лучше использовать в виде самой возможности его применения и одновременно стойкости средств доставки и, безусловно, исправности самих боеголовок. И вот этот компонент у России уже совсем не очевиден. В общем, за что ни возьмись, везде черный ящик. И тем не менее, пока там все выглядит примерно вот так. А теперь вернемся к нашим рассуждениям о том, что, мол, у нас нет сил, нет средств, и нам совсем нечем противостоять ядерному оружию России. Но если отталкиваться от такой парадигмы, то в таком случае не было смысла останавливать врага там, где он стоит сейчас. Причем тогда это удалось буквально на энтузиазме и почти голыми руками. Теперь же ситуация кардинально изменилась. Тогда мы не имели достаточного количества обстрелянных бойцов, которые знают, как воевать, умеют и хотят это делать. Сейчас такой проблемы нет в принципе. Ядерное оружие? Ну, как пишут сами российские эксперты, с ним там обстоит дело так. Пациент скорее жив, чем мертв. И что-то нам подсказывает, что если бы с ядерным оружием у него было все в порядке, то он не удержался бы от его применения. Меркель высказала бы двойную озабоченность. Из Парижа донеслось бы, что надо учитывать интересы Путина и надо с ним вести еще более сложный диалог. Но мы все это видели раньше и видим сейчас. Поэтому единственным сдерживающим фактором в данном случае является наша власть бестолковая и бесталантная. Но что касается россиян, то просто представим, что в ситуации с ядерным оружием повторится вариант с их панцирями и С-300, которыми они бряцали, бряцали, да и добряцались, как говорится. Если только практика покажет, что их ядерное оружие так же надежно, как их калибры или батуты, то все, завтра Московии не станет. Так что, скорее всего, там боятся неудачного применения ядерного оружия намного больше, чем кто-то еще в мире. Поэтому мы в который раз повторяем, что военное решение российской оккупации все же есть, а вот какого-то другого увы, нет. В этом случае медитации над их ядерным оружием и вундервафлями это просто маркер того, куда себя отнес пациент, говорящий такие вещи и не более того. А потому мы победим и этому ничего не помешает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok